Здравствуйте! Вы смотрите программу «Интервью дня» и сегодня у нас в гостях Валентина Федоровна Косинова, директор Алтайской Академии Гостеприимства. Здравствуйте, Валентин Федоровна! Валентина Федоровна, в этом году 80 лет исполняется профтехобразование. Расскажите, пожалуйста, Ваша Алтайская Академия Гостеприимства, как относится вообще к профтехобразованию и насколько это действительно значимая дата? Вы знаете, что если рассматривать Академию как образовательную организацию, то мы имеем самое прямое отношение. В 2015 году к нам присоединили дополнительно еще 6 учебных организаций. И они как раз стояли у истоков создания именно профтехобразования в России. Это в 1942 году ФЗО при Меланжевом комбинате. В дальнейшем это было училище, затем был техникум текстильный. Затем, где готовили в то время, это было очень важно. Это были предельщицы, это ткачи были. Но самое главное, почему стал техникум, потому что готовили помощников мастера. И это впервые было такое создано. И поэтому в 1945 году еще два учебных заведения, которые вошли в состав Академии, это 13-е и 33-е, тоже были созданы как ФЗО. Одни при химкомбинате, тогда было создано химволокно, предприятие крупное и нужны были точно так же ткачи, прядельщики. И 33-е при создании рестораторов общественного питания, трести столовых и ресторанов, потому что стали создаваться в то время, в 1945 год уже начали работать предприятия. И тогда вот это была просто необходимость. Ну а позже уже были 35-е, 38-е созданные. То есть, видите, после шестой... Длительное развитие профессионального образования, по факту. Да, мы как раз в состав Академии сегодня вошли вот те организации, которые непосредственно стояли у истоков создания профессионального образования. Елена Федоровна, насколько вообще сейчас существует большой спрос на профессиональное образование, и что важно, на ваш взгляд, в первую очередь для подготовки действительно профессиональных кадров? Вы знаете, ну, наверное, уже сегодня все абсолютно средства массовой информации писали о том, что сегодня очень востребованы. Это рабочие профессии, это специалисты среднего звена. Не исключением составляет и Академия. У нас сегодня конкурс вот по 20-му году. И до этого был, ну вот по 20-му году, от 5 до 8 человек на место. У нас сегодня очень много тех, кто имеет чисто красный, как мы говорим, диплом, то есть с отличием аттестат, получили на базе 9 классов. И поэтому сегодня наконец-то дошло сознание, я думаю, в первую очередь, наверное, родителей, что необходимо иметь какую-то квалификацию прежде всего, а затем уже получать дальнейшее образование. То есть высшая школа никогда, она просто необходима для дальнейшего профессионального роста. Вот поэтому сегодня мы очень востребованы. И сегодня я считаю, что дети приходят к нам, вот абитуриенты, очень подготовленные. Почему? Потому что профориентационная работа, которую мы проводим, это же много и федеральных сегодня проектов, допустим, в национальном проекте образования. Дальше в проект «Билет в будущее», который в Овске проводят. Везде мы даем возможность ребятам познакомиться с профессией, и они приходят уже подготовленные. То есть примерно процентов 70-75 идут конкретно на конкретную профессию или специальность. Валентина Федоровна, расскажите, пожалуйста, насколько я знаю, ваша академия очень тесно взаимодействует с различными общественными организациями региона. Вот это взаимодействие, оно идет на пользу профессиональному образованию или это лишняя трата времени и лишняя трата времени прежде всего ваших студентов? Нет, что вы. В самом деле, это, знаете, повелось еще изначально, когда вот 42-й, 45-й и дальше последующие годы были на предприятиях фабрично-заводские училища. Они уже тогда входили во все составы общественных советов, какие были при организации на предприятиях. И это продолжается. Почему? Потому что это нам идет на пользу и помогает развиваться. Мы сегодня, работая с ассоциациями, допустим, по ресторанному бизнесу, по туризму, ну и по администрированию отелей, по гостиничному, мы сегодня работаем с ними, идем в ногу. То есть мы понимаем, о чем сегодня идет речь, для чего нужны наши выпускники. Мы входим во все эти организации, мы входим в торгово-промышленную палату. И поэтому, вы знаете, я не знаю, как со стороны наблюдать это кажется, но я считаю, что это очень важно сегодня иметь таких партнеров. Правильно ли я понимаю, что взаимодействие с этими организациями, во-первых, может регулировать определенный учебный процесс, потому что вы понимаете, какие навыки необходимы профессионалам. С другой стороны, это некая площадка и базис для практики. Совершенно правильно. То есть именно то, что сегодня необходимо для экономики, для наших выпускников. Как раз вот благодаря этому взаимодействию мы и приобретаем непосредственно Академию. Валентина Федоровна, еще хотел бы узнать вообще, что сейчас из себя представляет Академия гостеприимства. Вы сказали, что в 2015 году, если не ошибаюсь, шесть образовательных организаций к вам присоединились. Вот сколько сегодня специальностей, сколько сегодня студентов, какие самые, не знаю, востребованные направления работы, ну и вообще, какие планы развития у вас есть? Вы знаете, ну я начну с того, что Академия сегодня самое крупное учебное заведение на территории Алтайского края. У нас более трех с половиной тысяч студентов. Ну если вот как бы эта цифра на 1 октября, 3616 сегодня студентов. 3616 студентов. Это очень большое учебное заведение. У нас сегодня по 17 специальностям мы готовим, это идут по квалификационным рабочим. Мы по четырем готовим рабочие кадры и две – это у нас по профподготовке. То есть получается всего 23 направления сегодня мы охватываем. Это, конечно, очень большое. Сама из себя Академия представляет сегодня – это три больших учебных корпуса, это два вспомогательных корпуса, это три общежития и филиал в городе Белокуре. То есть такое большое хозяйство по факту. Это очень большое, получается, образовательное учреждение, которое сегодня, ну, наверное, даже не только в сибирском регионе, одно из крупнейших, но и в России является вот таким. Вы знаете, я хотела бы остановиться еще на том, что вот за счет чего Академия сегодня так вот развивается, почему востребованы, почему много выпускников к нам остается у нас работать, почему наши выпускники сегодня котируются в организациях наших непосредственных по отраслям. Наша база, материально-техническая база, она позволяет готовить именно такого специалиста, который сегодня нужен рынку. Если вы посмотрите наши, а СМИ часто у нас бывают и видели, что у нас сегодня семь направлений, где есть мастерские. Это поварское, это кондитерское, это парикмахерское, это швейное, вот мы только открыли, это ресторанный сервис, это гостиничное, это туризм. Вы понимаете, то есть там именно современное. И вот благодаря этому оборудованию, благодаря работе кадров, конечно же, сегодня мы имеем возможность работать с самыми крупными, самыми сильными и востребованными сегодня социальными партнерами, которые имеют вот такие тоже базы. Валентина Федоровна, а какие общественные организации есть у вас на базе Академии? Вы знаете, у нас выстроена целая система, и в состав входит консультативный совет, возглавляет министр образования Алтайского края Максим Александрович Костенко. И есть два координационных совета. Это именно один в Белокурихе, один в Барнауле, где входят работодатели. То есть они нам позволяют всегда быть в курсе тех событий, которые происходят в отраслях. Большой Валентин Федоровна, что ответили на наши вопросы? На этом у меня все. Смотрите телеканал Катунь24 и всего вам доброго.